Добрый вечер, уважаемые коллеги, самые стойкие здесь остались. Очень рада всех вас видеть. Разрешите представить вашему вниманию доглад на тему диагностики в негонандах герминогенных опухолей. Немного терминологии, что такое герминогенные опухоли. Герминогенные опухоли это гетерогенная группа новообразований, которые развиваются из зародышевых клеток и участвуют в формировании половых желез и процессах гематогенеза. По этиологии, что влияет на развитие герминогенных опухолей. Это наследственность, факторы приводящие к атрофии яичка, крипторхизм, либо химические факторы, идиопатическая атрофия яичка, инфекционные заболевания, также гиперэстрогения. Согласно гистологической классификации 2016 года, герминогенные опухоли, все, собственно, не только в неганадной, но и герминогенной опухоли яичка, делятся на неинвазивную герминогенную опухоль, герминогенные опухоли, произошедшие из внутрепротоковой герминогенной неоплазии, и опухоли, не имеющие отношения к внутрепротоковой герминогенной неоплазии. По клинической классификации они разделяются на два типа. Семеномы, то есть это чистая семенома, и несеменомы. Также опухоли, содержащие повышение альфа-фетопротеина, тоже относятся к несеменомным. Когда стоит заподозрить герминогенную опухоль? На самом деле очень сложный вопрос, если говорить о в неганадных опухолях. Если обратиться, собственно, и вспомнить предыдущий доклад, то первичные жалобы, это уплотнение в области яичка, боли в мошонке, каким-то образом все равно проще будет понять, что это, наверное, в пользу герминогенного процесса ситуация разворачивается. Здесь совершенно по-другому. Абсолютно общие жалобы на слабость, снижение аппетита, снижение веса, увеличение периферических лимфатических узлов. При расположении опухоли за брюшином может развиться нарушение стула, мочеиспускание, появится боли в животе, появится расширение вен нижних конечностей. Если говорить о центральной нервной системе и наличии опухоли в центральной нервной системе, то тогда это уже будет неврологическая симптоматика в виде головных болей, развития судорог, нарушения зрения и расстройства движения глазных яблок. Какие локализации по внеганатным герминогенным опухолям существуют на сегодняшний день? Это опухоли центральной нервной системы, первичные герминогенные опухоли, за брюшинного пространства и переднего средостения. Из всего пула герминогенных опухолей вот эти три локализации составляют менее 10%. Насколько редкие случаи для лечения. Начнем с первичных герминогенных опухолей центральной нервной системы. Составляют всего лишь менее 1% всех первичных опухолей центральной нервной системы. Чаще всего встречается в достаточно юном возрасте, среднее медиано возраста это 17 лет не старше. И также преобладает у лиц мужского пола в соотношении мужчин к женщинам 7 к 1. Пол локализации это пениальная область. Вот на картиночке тут как раз указано, где это находится. Наиболее частые симптомы это окклюзионно-гидроцефальный синдром и глазодвигательные нарушения. По диагностике опухоли ЦНС обязательно выполнение МРТ головного и спинного мозга обязательно с внутривенным контрастированием и анализ крови на опухолевые маркеры альфа-фетопротеин и ХГЧ. Далее пациент должен быть обязательно консультирован у невролога, офтальмолога и эндокринолога. Для верификации процесса, да, рекомендована биопсия, но в случае, если пациент клинически сохранен, он не тяжелый и нет значимого повышения обоих маркеров. В других случаях, которые я не перечислила, начинают без морфологической верификации опухоли, начинают ее лечение. Так, если вернуться уже, спустимся пониже по организму, да, и обратим свой взор к переднему средостению и забрешенному пространству. Здесь все более или менее похоже на диагностику герминогенных опухолей яичка. То есть мы обязательно берем анализ крови на опухолевые маркеры альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ и ЛДГ. Также предполщительно выполнение компьютерной томографии органов грудной клетки, брюшной полости и малотаза, также с внутривенным контрастированием. В случае, если нет возможности выполнения компьютерной томографии, можем воспользоваться ультразвуковыми исследованиями и рентгенографией органов грудной клетки в двух проекциях. Если, опять же, вспомним доклад Олега Визич-Славовича о герминогенных опухолях яичка, там выполнение МРТ головного мозга по строгим показаниям при завышенном бета-ХГЧ и наличии неврологической симптоматики. При наличии опухоли в забрюшенном пространстве, либо в переднем средостении, выполнение МРТ головного мозга обязательно. Биопсия опухоли также желательно, но в случае, если есть повышение альфа-фетопротеина и бета-ХГЧ в значимых размерах и тяжелое состояние пациента, это позволяет нам начинать лечение, а именно химиотерапию, без морфологической верификации. ПЭТ-КТ с целью первичного стадирования не рекомендуется. Все герминогенные опухоли мы разделяем по прогностическим факторам на группы прогноза. Данная таблица показывает, каким образом это происходит. Несиминома и семинома разделяем мы на три прогноза. Благоприятный прогноз, промежуточный и неблагоприятный. Данная таблица есть в общем доступе в клинических рекомендациях на сайте РосНКВЭП. По характеристике герминогенные опухоли отличаются высокой чувствительностью к химиотерапии. Частота полной регрессии достигает до 85%. Низкая частота мутации и сохраняются в опухоли активные механизмы апоптоза, что является, наверное, выделяет даже из всех солидных опухолей именно герминогенные опухоли. Возвращаемся к тому же вопросу о том, что пациенты данной группы в основном являются молодыми, и никто не знает, как повернется их жизнь. В большинстве своем они еще не имеют детей, поэтому обязательно прошу вас настоятельно беседовать перед тем, как начинать химиотерапию, либо какое-либо лечение по герминогенной опухоли, говорить о том, чтобы была выполнена криоконсервация спермы, либо сохранение ткани яичников. Да, этот вопрос достаточно сложный, но если говорить о том, что лечение проводится в основном в специализированных центрах, на центральных базах, здесь, по крайней мере, где-то есть эта возможность, чтобы выполнить криоконсервацию спермы и дать этому пациенту шанс на продолжение себя и создание семьи. Разрешите вам представить клинический случай успешного лечения в негонадной герминогенной несеменомной опухоли. Лечили мы его на отделении химиотерапии инновационных технологий. Начнем с анамнеза. Пациенту 42 года, он обратился в поликлинику по месту жительства у себя в районе с жалобами на кашель, повышение температуры дофибрильных цифр. Не такие уж и специфические симптомы. Выполнена флюорография органов грудной клетки и выявлено расширение средостений. 3 апреля выполнена видеоторакоскопия справа и биопсия опухоли средостения. Гистологически выявлена в негонадной герминогенной несеменомная опухоль. 100% представлена опухолью желудочного мешка. Индрекс пролиферации составил 100%. До лечения анализ крови на биологические маркеры был выполнен. И ХГЧ был в пределах нормы. ЛДГ 525 и альфа-фетопротеин практически 9000. Это еще не такие страшные цифры, но при всем при этом мы быстренько начинаем лечить пациента. С таким диагнозом внегонадная герминогенная несеменомная опухоль средостения ПТХ-НХ-МХ, повышение маркеров в рамках С2, видеоторакоскопия справа, биопсия опухоли, группа неблагоприятного прогноза. Все внегонадные герминогенные опухоли автоматически не имеют благоприятного прогноза. Либо промежуточный, либо неблагоприятный. Суммарно проведено 4 цикла первой линии химиотерапии по схеме БЭП, которая является стандартным лечения всех герминогенных опухолей. Кроме центральной нервной системы, там используется химиотерапия по схеме ЕП. И на данном слайде представлено яркое снижение альфа-фетопротеина и ЛДГ. ХГЧ в это время находился все время в норме. То есть от мая до начала лечения 9000, перед вторым циклом, перед третьим циклом, перед четвертым и после четвертого цикла снижение маркеров. До начала терапии опухоль средостения была практически 10 на 12 сантиметров. Слева представлена и справа мы добились после четырех циклов частичного регресса данной опухоли. В августе 2017 года выполнили торакотомию справа и удаление образования переднего среди тени. По гистологическому заключению мы получили полный некроз и опухолевых клеток не было обнаружено. 26 месяцев пациент находится без лечения, то есть проходит регулярно контрольное обследование и абсолютно спокойно радуется жизни и не переживает. Самое главное, что хотела сказать. Обязательно про принципы введения герминогенных опухолей. При возможности это верификация опухолевого процесса, либо гистологически, если это возможно сделать. Если это не получается, то мы обязательно обращаем внимание на бета-ХГЧ, ЛДГ и альфа-фетопротеин. И после этого тут же начинаем химиотерапию. После завершения химиотерапии обязательно выполнение удаления резидуальных опухолевых масс для того, чтобы понять, каким образом мы с вами вместе все поработали, что называется. Если там есть негроз, то мы отпускаем и нормализация опухолевых маркеров, то после этого пациента отпускают под динамическое наблюдение. И динамическое наблюдение выполняется с той же кратностью, что и у герминогенных опухолей яичка. В случае, если при резидуальных опухолевых массах будет найдена опухолевая ткань, то мы переходим на вторую линию химиотерапии однозначно. Также при отсутствии нормализации опухолевых маркеров мы тут же начинаем химиотерапию. Соблюдение международных рекомендаций и своебременное оказание медицинской помощи обеспечивает излечение большинства таких больных. И лечение должно обязательно проводиться в специализированных медицинских центрах. Задача правильно и быстро заподозрить данный процесс и направить на лечение специализированного учреждения. Ну, не знаю. В общем, у нас есть группа точно так же, как и по трофобластическим опухолям. Здесь есть и центр по лечению герминогенных опухолей. Заведующими отделениями являются Ноносов Александр Константинович, это онкоурология. Светлана Анатольевна Проценко, заведующая химиотерапией и инновационных технологий. И Левченко Евгений Владимирович, это заведующий таракальным отделением. То есть все эти три отделения, они работают сообща для того, чтобы пациента максимально правильно вылечить и дать ему шанс на полное выздоровление. Спасибо за внимание. Приглашаем всех на белую ночь. Продолжение следует...